Девушки отдыхают Существуют шоколадные коктейли, молочные, фруктовые, даже овощные А вот наш сегодняшний герой стоит как-то особняком Он не просто вкусный, он очень полезный Это кислородный коктейль Совершенно верно Ведь кислородный коктейль это не что иное, как сок или другая жидкость Вспененная с помощью кислорода и соответственно богатая и насыщенная именно кислородом Насколько полезен кислородный коктейль, мы поговорим с нашей гостью У нас в студии очаровательная Марина Девятого, встречаем ее Здравствуйте, Мариночка Здравствуйте Здравствуйте Спасибо, что вы к нам пришли И расскажите нам, пожалуйста, нам интересно, как вы познакомились с кислородным коктейлем? Очень просто Карловы вары Здоровительный центр Отдых, релакс и кислородный коктейль Чудесно Чудесно Очень романтичное описание А ощущения какие были первые? Значит, мне дали попробовать в таком пластиковом стакане С ложкой пластиковой вручили мне Я его, если честно, ела То есть, как бы, вот Он был достаточно безвкусен Но после этого у меня было такое легкое Немножко недомогание, кружилась голова Не знаю, с чем это связано Может быть, кислород начал работать и обогащать мое тело кислородом Я думаю, что это самовнушение Да? Ну, дай бог Дай бог, может быть, сегодня вы меня переубедите в этом Я думаю, что практически наверняка Все дело в том, что многочисленные исследования ученых показали Что кислород действительно может усваиваться через стенки желудка и кишечника Действительно, если мы сравним поверхность наших легких Это порядка 80 квадратных метров И поверхность, суммарную поверхность нашего желудочно-кишечного тракта Это 400 квадратных метров Как хорошая квартира может получиться Кишечники кислороду есть где усвоиться Но точкой приложения, основной точкой приложения кислородного коктейля является печень человека Все дело в том, что при том, что печень потребляет около 20% кислорода Кислорода, который мы с вами поглощаем из окружающего воздуха Тем не менее, она получает только порядка 20% крови по артерии Вся остальная кровь, которая притекает к ней Сначала снабжает кишечник кислородом И по остаточному принципу уже идет в печень по системе воротной вены Таким образом, печень, этот труженик нашего организма Который осуществляет порядка 500 различных функций Находится на голодном пайке Какая-то несправедливость, Марина Да Так кислородный коктейль для этого и придуман? Совершенно верно Чтобы подпитать печень? Да А почему, Марина, кружилась голова? Ну, я поэтому и сказал, что вероятнее всего это самовнушение Потому что эффект от применения кислородного коктейля Никогда не возникает после однократного приема Только в случае курсового применения Не менее 7-10 процедур Даже если на голодный желудок? Да Марина, а вы ходите в фитнес? Есть такое дело Есть такое дело? Да У вас есть личный тренер? Есть Он советует вам после тренировки кислородный коктейль? Да, и вот, собственно говоря, что я и делаю Но это уже совсем другая история Потому что там добавляется сок И это уже коктейль имеет вкус Так Вот А он менее полезен, Сергей? Нет, он не менее полезен Это дело вкуса Но дело в том, что некоторые соки, некоторые сиропы, экстракты лекарственных растений Специально применяют для приготовления кислородного коктейля Для того, чтобы его положительный эффект усилить Какой же мы коктейль сегодня приготовим вместе с Мариной? Ну, я предлагаю сделать не просто кислородный коктейль А, во-первых, вкусный Так, что немаловажно Во-вторых, полезный А, в-третьих, много Мы сделаем кислородный коктейль из сиропа шиповника Хорошая, кстати, вещь, тоже полезная Да Для вокалистов особенно шиповник полезен Что характерно, очень полезен для печени А Так Что мы делаем? Мы берем, это что, экстракт? Это сироп Сироп В сироп шиповника, да Вот он, в чистом виде Читаем инструкцию обязательно по применению Взрослым по одной десертной ложке Один раз в день Значит, мы с вами можем себе позволить на троих Да, три ложки Две столовых ложки Две столовых Дальше Это что? Существуют различные варианты вспенивателя То есть вещества, которые, собственно, удерживают объем пены Это может быть яичный белок Это может быть порошок солодки Существуют и синтетические вещества, которые для этих целей применяют Мы будем использовать для этих целей белок Естественность сертифицированных яиц гарантированно не зараженных сальмонеллой И добавим туда воду Так Элитрованную Размешаем Итак Итак, мы почти готовы Михаил Вы будете мне ассистировать Это какое-то приспособление, где можно его приобрести, Сергей На самом деле его очень легко можно купить в магазинах медтехники для домашнего использования Так А детям, кстати, вот он полезен? Очень полезен Ох Так, началось Подача кислорода Та-да-да-дам Та-дам-та-дам Михаил, стаканчик надо было бы подставить А, уже? Ах, он будет выливаться сам Брюки превращаются на брюкные шорты Итак, пока не осело, надо как можно быстрее пить, либо через трубочку Либо некоторые люди предпочитают есть его ложками Да, все-таки когда есть какой-то сок, вкуснее О, началось Началось, Марина Будьте здоровы Ну, а если у нас по традиции доктор взял ложку в свои руки, значит время викторины Такая примета у нас есть Марина, что происходит? Во время нашей викторины все очень просто Вы соревнуетесь с доктором На самом деле, это видео о всех полезных свойствах кислородного коктейля Вы готовы, Марина? Да Прошу Попробовав кислородный коктейль, мы с Мариной Девятовой отправились на викторину Перед вами две кнопки Красный ответ – да Сиреневый ответ – нет Вы отвечаете первый И ваши ответы комментирует Юлия Геннадьевна Чихонина Наш постоянный эксперт Раздиетолог в клинике Института питания РАН Кандидат медицинских наук Итак, первый вопрос, Марина Кислородный кислородный коктейль противопоказан при беременности? Я думаю, нет И вы совершенно правы Да вы что! Действительно, они противопоказаны, более того, интенсивно применяются при ведении беременности, потому что препятствует гипоксии плода, и поэтому очень часто применяется, если, например, у матери низкий уровень гемоглобина А низкий уровень гемоглобина у беременной женщины, к сожалению, достаточно частое явление И потребление кислородного коктейля помогает насытить организм кислородом и препятствует развитию кислородного дефицита, который очень часто бывает у беременных женщин Вот, Марина Следующий вопрос Кислородный коктейль нормализует кишечную флору? Пусть нормализует Пусть всегда будет солнце Я бы тоже хотел так оптимистично сказать, пусть нормализует, но не нормализует Ну, по очень простой причине, он просто до толстого кишечника и не доходит Весь кислород всасывается в верхних отделах кишечника, и поэтому, в общем-то, не может он влиять на микрофлору толстого кишечника никак А жаль, правда, Юлия Геннадьевна? Ну, может быть и не жаль, потому что кишечная микрофлора не нуждается в присутствии кислорода для своей жизнедеятельности Ну и последний вопрос Есть ли противопоказания для употребления кислородного коктейля, Марина? Я думаю, что есть А какие? Здесь есть какой-то подвох, наверное, что-то всё-таки есть А вот подвоха-то никакого и не было Нет Нет противопоказаний, все можно, да? Ну, в общем-то, нет серьёзных противопоказаний Единственным исключением может быть появление аллергической реакции на отдельно взятые компоненты Допустим, яичный белок или сок Который можно легко заменить Да, но противопоказаний к приёму чистого кислорода нет Я увольняюсь Марина Я сегодня так много узнала, на самом деле, про кислородный коктейль Да, можете использовать её на гастролях, на съёмках Буду с тобой возить вот этот аппарат Между концертами Да Можете кого-то из своих просить, неважно Главное, что вы теперь знаете Просто впишите в райдер Точно, вот хотелось бы Впишите в райдер кислородный коктейль Марине Девятовой Ура! Спасибо, что вы к нам пришли, Мариночка Спасибо вам Очень рада вас видеть Спасибо Приходите ещё Будьте здоровы Прошу вас